Как стирать пуховик? Значит, может быть, кто-то не знает. Вот этот пуховик – манго. Я покупала в фирменном магазине манго. Я жила тогда в Питере. И только построили, и только открыли галерею на площади Восстания. Да, я уже забыла, как там места называются. Вот, и, значит, там был вот манго, фирменный магазин. И я купила этот пуховик. Это был 2011 год. Я не знаю, честно. Я сейчас даже посмотрела. Сегодня там бирка, и написано «Сделано в Китае». Вот так Китай делает. Так качественно может шить одежду. Если она, видимо, заказывается разными компаниями, которые качественную одежду делают, они на сезон, как часто бывает, сезон поносили, там всё уже рвётся или там выгорает, или что-нибудь ещё. Я его всё ещё ношу. И факт в том, вот такой как бы окрас, в смысле цвет бежевый, да, очень марки. Вот здесь вот рукава, они становятся просто чёрные. Поносишь там, ну, сколько? Ну, уже через месяц уже будет заметно вот здесь. Вот. И, соответственно, нужно его стирать. Как стирать пуховик? Я стираю его вот именно, по-моему, вот, может быть, изначально я пробовала порошком. Нельзя порошком, потому что машинка, она не может изнутри, там, где пух, этот порошок потом прополоскать. Порошком нельзя стирать пуховики. Я стираю капсулами, типа, ну, Тайт, ну, это только желательно хорошие, качественные брать, потому что плохие, они вообще могут даже просто не раствориться. Вот как-то я купила, вот, какой-то там поштучно продавали у меня там возле дома магазин. Дешёвые лучше не брать, а качественные. Вот. Ещё я люблю, что они очень сильно пахнут, и он будет благоухать после стирки. Значит, просто засовываю стиралку. Капсулу вниз на барабан под пуховик. И вот этот пуховик, он становится после стирки каждый раз как новый. То есть, ну, я его ношу не постоянно, периодически. Плюс я сейчас живу в Крыму, и тут как бы не, 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 так сказать, гораздо меньше, как короче зима, и меньше люди носят верхнюю одежду, чем у других там на материке. Но факт в том, что вот после стирки капсулы хорошей, которая действительно хорошо отмывает, он становится как новый. Как новый. Вот здесь всё, там, вот эта вот чернота, она вся, и ничего с ним, ничего с ним не происходит. Другой будет, конечно, уже сто лет как выкинул, но я не из этих людей, как бы, плюс он мне нравится. Очень не могу найти обычно, значит, пуховики, которые мне понравились. Вот, есть у меня другая, естественно, одежда верхняя, но как бы не так. Ну, в общем, а как, самое главное, как его привести в тот вид, в котором он был изначально. Сразу скажу, что даже после первой стирки он уже будет не такой пышный, потому что вот в каждой ячейке находится пух, и пух после стирки, ну, вот, ну, как сказать, он, то ли он как-то, ну, не такой пышный, что ли там, пушистый становится или что, не знаю, с чем это связано. В общем, пух, скатываю, как сказать, образуются вот круглые такие комки из пуха в каждой ячейке, вот такого примерно размера. Я где-то, значит, читала, там одна женщина пишет, что вот я, мол, достаю из стиралки и прошу мужа сразу после стирки энергично его трясти, переворачивать. Это всё полный бред, потому что вот эти вот шарики из пуха, они как были мокрые, так и когда он высохнет, они так и останутся. Никуда они там сами не расползутся. Тряси, не тряси. Они такие прямо очень упрогие такие, плотно там. Значит, этот шар, конструкция его. Вот. Потом вот этот вот дебилизм какой-то с какими-то мячиками, даже обычный, теннисный, для тенниса. Мячики добавлять в это самое, в барабан, в стиралку вместе с пуховиком, но это тоже какой-то полнейший бред, даже логически. Как это, если подумать, как такое возможно, что мячики препятствуют тому, что пух намокнет и в коме. Что это, кто это придумал, я не знаю. Я, конечно, не пробовала. Может быть, кто-то пробует и помогает. В общем, всё равно он весь в шар, значит, соберётся. Как его расправлять обратно? Берём. Я дожидаюсь полного усыхания. Обычно это, ну, чуть меньше суток, может быть, ну, ночь, может быть, довольно-таки быстро сохнет. Вот. Дальше. Ничего не нужно делать сразу после стирки, только повесить на плечики и всё. Дальше берём и двумя пальцами, вот этими, левой и правой рукой, расщепляем весь вот этот пух, значит, и распределяем по всей ячейке. И так делаем с каждой ячейкой. И на капюшоне там тоже ячейки. Все-все-все проходим. Вот. Затем берём его, значит, переворачиваем. И по-всякому переворачиваем и трясём, чтобы он ещё там распределился сам. И тогда он становится, вот сейчас он такой как бы некрасивый, потому что я ещё это не успела сделать. Вот. А после вот этой процедуры он будет более-менее пышный, но не такой, как был, естественно, при покупке. Таким он уже, ну, скорее всего, я так думаю, не будет. Вот. Ну, я сейчас живу в Крыму, и особо прям, чтобы он был очень прям... Ну, и скорее всего, да, он становится не такой, может быть, тёплый из-за того, что пух какой-то становится такой ущербный слегка. Вот. Но, тем не менее, для такой южной зимы мне его очень вполне хватает. Вот такой способ стирки пуховика. Ни в коем случае не порошком. Тем более, если пуховик этот-то как бы светлый, а если чёрный, то потом вот будут, возможно, от порошка всякие вот эти вот следы белые. Это ни в коем случае не порошок, а только жидкое средство или там вот это вот, который на раз, ну, не капсула, а просто, значит, жидкость, гель. Как называют жидкий порошок, такую глупость, жидкий порошок называют такие средства. Вот. Гель для стирки. Вот, собственно, и всё. И пуховик каждый раз у меня просто как практически из магазина. Вот если под микроскопом будешь разглядывать какие-то, вот здесь вот тонюсенькая такая ткань, так даже она нигде. Вот в районе подмышек обычно же рвётся, да, у верхней одежды, вот у китайского пуховика у меня из Алиэкспресса. Вот здесь всё изодрано. Ничего, хоть бы что. Хоть бы что. Манго просто какой-то монстр. Как они такое придумали? Я не знаю, вечная одежда какая-то. Вот, что-то ещё хотела сказать? А, ну, насчёт пуховиков, что не могу найти то, что мне нравится. И вот читаешь отзывы на Валберисе, женщины там покупают, и причём не задёшево, их всяких фирм, там, по-моему, Баон, который очень дорого, по-моему, продают иногда. Ну, мне так кажется, потому что я в местном магазине видела там тонюсенькая жилетка. Жилетка вообще, вот этот материал, он такой плотный, и он мне нравится матовый. А вот такая вот ткань, как баллоня, что ли, она такая тонюсенькая, ещё и блестит. Вот такая жилетка примитивная на весну. Так вот, эта жилетка стоила 6 тысяч. Я аж офигела, как такое может быть? Она там по весу даже невесомая. Это ещё причём давно-давно я видела. Так вот, и женщина пишет, что из такого материала пуховики покупают. И вот где у них на плече, значит, сумка, даже от ремня этот материал, он то ли рвётся, то ли мнётся, то ли что-то ещё. Вот с этим хоть бы что. Настолько качественный. Я просто в восторге. А, я и сказала, нет, он стоил 6 тысяч. В одиннадцатом году. Жалко, что такую модель больше, наверное, не купить. Конечно же. Тем более за 6 тысяч.